Добрый день! Уважаемые друзья, позвольте вас приветствовать в Белоруссии, на белорусской героической земле, в городе Герои Минске. И диалог между нашими странами в сфере укрепления коллективной безопасности в нынешнее время актуален как никогда. Скажу прямо, что от вас, главных помощников, глав государств в ваших странах по безопасности, многое зависит. Такие встречи давно вышли за рамки протокольных, поскольку геополитическая ситуация требует выработки своевременных решений. Недавно мы здесь провели встречу руководителей спецслужб, прошло совещание руководителей, как мне докладывают. Очень эффективный разговор был, очень важный разговор, и я, честно говоря, этому рад. Вы видите, военно-политическая обстановка наколена до предела. Но это лишь вершина айсберга. В основе всех горячих конфликтов лежит массированное гибридное воздействие на ключевые сферы нашей общественной жизни. Экономическую, информационную, биологическую, социальную, гуманитарную и даже духовную. Короче, наступают по всем фронтам. И свободного места нет. Вы видите, что происходит на Кавказе, да и в Центральной Азии, туда ближе к Таджикистану, дальше Украина, еще западней Польша, Прибалтика. Везде очень серьезно наколена ситуация. На фоне происходящего мы имеем дело с фактом крушения всей архитектуры международной и региональной безопасности, которая формировалась десятилетиями. За примерами далеко ходить не надо. Конфликт на территории Украины – это один из многих примеров того, как западные элиты выбрасывают триллионы долларов на милитаризацию и разорение государства. Ну, любое наше совещание не обходится без обсуждения ситуации в Украине. Ну, опять же, извините за нескромность, как человек уже опытный в политике, хотел бы просто попросить вас и предостеречь от попытки поискать сейчас какие-то причины. Рано или поздно мы будем говорить о причинах этого конфликта. Но сейчас важнейший вопрос – остановить этот конфликт. И должен прямо сказать, поскольку мы с Россией на одной стороне, нас записали соагрессоры, должен сказать, что соагрессоры с третьего дня конфликта, может, и с первого, предложили мирный процесс. И он начался здесь, в Беларуси. Три заседания прошло. Потом им дали команду в Беларусь не лететь. Я это знаю точно. Давайте куда? В Стамбул. В Стамбуле был выработан проект. Знаете, с большими уступками Российской Федерации. Передали, обменялись, парафировали руководители делегаций этот проект. Почему не пошли дальше? Потому что, скорее всего, Украина эти решения уже не принимала тогда. Ну, что говорить теперь? В нынешний момент характеризуется тем, что Запад, воюющий там, естественно, если бы там не было оружия Запада и наемников, давно бы все закончилось. Так вот, Запад ждет результатов контрнаступа. Три дня контрнаступа. Это то, что видим мы, и то, что я получил информацию от президента России, полностью совпадает. Слушайте, за три дня около трех десятков танков уничтожено, наступающих украинских. Обороняться проще, чем наступать, вы понимаете. 120 или 130 БМП за три дня. И самое страшное, более 2100 погибло украинцам. 2100! С этой стороны чуть больше 70. Вот вам результат попытки контрнаступа. Ну, я об этом всегда говорил, что контрнаступ – это большая дезинформация. Никакого контрнаступа в планете быть не может. А если? Ну, вот результат за три дня. И самое главное, четвертый, пятый день – тишина. О чем это говорит? Потерпели серьезное поражение, сели и думают, а что делать дальше? Запад. Надо садиться за стол переговоров. Это позиция и российского президента, это белорусская позиция изначально была. Поэтому мир и только мир. Но мир не нужен. Запад уцепился железобетонно за Украину, чтобы подмять под себя Россию. Вытереть от нее ноги. Но этого не будет. Вы знаете россиян, знаете нас тут. На колени мы не встанем. Поэтому надо договариваться. Пока это возможно. Дальше будет хуже. Наращивается практика всевозможных односторонних ограничительных мер и санкций. Ну, слушайте, оно не прошло. Ну, явно не прошло. Да, непросто. Да, сложно. Трудно. Но не прошло. Надо тоже это понимать. Более того, пичкание оружием. Это мы видим здесь, находясь в этом котле в центре Европы. На гнетание обстановки, конфронтация здесь. И огромные деньги, которые тратит прежде всего Европа. Причина ведь вот этого конфликта гораздо глубже, чем Украина. Что такое для них Украина? Для американцев важно поставить на колени Европу. Они им покажут, что такое вводить евро против доллара. Ну, тоже понятно. И евро начало отвоевывать в свое время свое место под солнцем. Это американцам не нужно. А финансово-кровеносная система. Вот и началось давление на Европу. Они хотят расшинить Европу. Отгородить ее от нас, от Балтики до Черного моря, через Польшу, Украину. С Белоруссией не получилось. Был замысел вот этот санитарный кордон выстроить от Смоленска и туда ниже, на Балтику. Но сейчас вооружают Польшу и вооружают Украину. Но надо, чтобы Украина победила. Это их золотая мечта. Вот замысел. Вы видите, какие отношения у поляков не только с нами тут на Востоке. Вы же видите, что происходит у поляков с немцами. И вы что думаете, поляки такие смелы, чтобы выставить счет немцам по репарациям за Вторую мировую войну? Да нет, американцы тихонько. Мы это тоже видели. Я не знаю, информировали, наверное, по линии спецслужб. Может, вы в теме. Все подсказали. Давайте, давите немцев, потому что в Европе немцы основная сила. Вы что думаете, Брексит это просто так, когда Великобритания вышла с Европейского Союза? Если бы американцы были заинтересованы в усилении Евросоюза, они никогда бы на это не дали добро и не пошли. Но они оторвали Великобританию мощную в экономическом отношении, да и в военно-политическом, оторвали от Евросоюза еще раньше. То есть им надо вот тут вот этот вот котел заварить, чтобы господствовать. Они же прекрасно понимают, что основные точки роста в мире, после США, это Европейский Союз, Китай и здесь наше пространство, где мы осмелились выступить. Поэтому о причинах, говоря, надо туда глубже смотреть. И надо отдать должное россиянам. А они вовремя подхватили, сказали, хорошо, это ваши проблемы. Но вы гарантируете нам безопасность. И нам, белоруси, в том числе и вам. Ответ на эту просьбу гарантии вы видели. Сейчас они говорят, да это вот, знаете, несерьезно Россия потребовала там эту бумажку по безопасности. И встречаясь с некоторыми вашими коллегами, я им задаю вопрос. Хорошо, Россия потребовала несерьезную бумажку. А что вы несерьезную бумажку не дали ей? Ну, взяли бы, дали ответ на эту бумажку. Я имею в виду предложение по безопасности здесь, по советскому пространству, прежде всего, России. Не дали. Поэтому, когда говорим о причинах, надо туда-туда смотреть. Конечно, в какой-то степени, давайте признаем, мы им преподнесли подарок, когда увязли в Украину. Это им, конечно, подарок. И они тут начали цепляться за нее, чтобы поставить на колени наше пространство. Ну, а дальше Китай. Это главная их цель. Ну, и потом рабочая сила после Афганистана же высвободилась. Ее же надо где-то применять. Ну, пока сами туда не влезли. Но если будет так продолжаться, уверен, это вопрос времени. Потому что наемников там море. Скоро и регулярные войска появятся, если мы не прекратим этот конфликт. Мы к этому готовы. Ну, а говоря о санкциях, они уже превратились из инструмента принуждения к миру и безопасности в новую комплексную угрозу глобального масштаба. Целые регионы обречены на голод, холод и не счетов. Да они и вас касаются, эти санкции. Мы же видим с россиянами, как визитеры-американцы поехали, начиная там от Армении и заканчивая Таджикистаном, и начинают на вас давить, чтобы вы не сотрудничали с нами. Мы это видим. Именно поэтому противодействие санкциям должно стать комплексно и сообща. Я руководитель спецслужбы говорил, ни белорусы, ни россияне не хотят, чтобы вы попали под санкции сотрудничать с нами. Мы этого не хотим. Потому что ни вы, ни мы от этого ничего не получим, а вы только потеряете. Но как только возможно, в жизни много есть возможностей, мы должны смотреть в эту сторону. Вместе экономика нас к этому толкает. Мы не должны потерять этот рынок. Слушайте, никому ни вы, ни мы не нужны. На рынках они уже заняты. Даже в Африку пробиться трудно. Мы там работаем. Россияне там пробуют работать. Все там непросто. Там уже столкнулись интересы Китая, Соединенных Штатов Америки, Евросоюза, Россия. По-настоящему экономически хочет там работать. А таким, как мы, там делать нечего. Это вот по капле только отрывая и уважая за советский период нас, они с нами сотрудничают. Все непросто. На американский рынок вы не пробьетесь. А если пробьетесь, вот смотрите, Китай, например, вас все время будут держать за хвост. Но я не говорю, что не надо работать на Евросоюзе, рынке Соединенных Штатов Америки, Ближнего, Дальнего Востока, других индийских и прочих рынков африканских. Нет, надо работать. Но нам не потерять, нельзя потерять свое. Ведь в итоге мы уйдем и потеряем друг друга. Возьмите Узбекистан во времена Каримова. Вот это же было на моих глазах. Рынки России закрыты, сюда пройти не могли. Таджики не могли через Узбекистан пройти. Конфликтная была ситуация. И только благодаря Шавкату. Мерзиёеву удалось это разблокировать. И я помню, я был участник. Я просил Владимира Путина, чтобы открыли для узбеков рынки, потому что они не были в Евразес. Откройте и поставьте их в равные условия. Я помню, за первый год Шавкат рассказывал, полтора миллиарда долларов они получили только от этого. А сейчас, говорят, больше трех миллиардов. Вот что такое рынки и как сложно. Почему узбеков не пускали на другие рынки? Не пускали и не пустят никогда. Поэтому берегите экономику. Не спешите. Я вот слышу от наших армянских друзей заявление о том, что есть проблемы у ДКБ, и они как-то напрягают Армению. И азербайджан, и азербайджанцы, и армяне, Армении, это родные. Вот как два пальца на одной руке. И что хочешь с этим, то и делай. Но я уже не говорю о том, сколько труда. Я, прежде всего, просил ту власть. Эта власть еще получила все в наследство. Я тоже там между Ильхамом и Саргизаном тогда пытался как-то взаимодействовать. И в Питере, помню, Путин жестко очень поддержал эту позицию. Вот мужики, ну давайте решим вопрос. Поговорили, ну возможно там были какие-то проблемы. Ну вот начался конфликт. А сейчас все усложнилось. Надо спокойно к этому относиться и разобраться в этой ситуации. И в данном случае я, конечно, Николу Вайфовича поддерживаю. Понимая, что это на эту власть, на него все эти недостатки обрушились. Поэтому терпение и попытки найти решение вопроса, чтобы было выгодно и Армении, и Азербайджану. В той ситуации, которая сложилась. Поэтому надо предложение от вас. Почему я здесь говорю? Вы должны предложить тоже варианты. Вы люди не сторонние наблюдатели. Вы президентом предлагаете варианты и ваше слово очень веское. Как я сказал, вы главные наши помощники по вопросам обороны и безопасности. Я извиняюсь, что я затронул вопрос Армении и Азербайджану. Но председательство ОДКБ должен же говорить. И тем не менее я настоял, и вы запишите в наше председательство, в тематику, чтобы мы обсудили эти вопросы. И помогли Армении и Азербайджану решить этот вопрос. Но не можем мы спокойно смотреть, когда у нас на пространстве ОДКБ конфликты. Их надо решать. От них нельзя уходить. Они сложные. Это наши братья там. Мы в одном государстве жили. Поэтому их надо решать. Но еще раз прошу вас. Ваше слово очень важно в странах. Вас слышат. На вас реагируют. Мы делаем соответствующие выводы и начинаем думать. В ближайшее время мы с президентом России встретимся. Я обязательно расскажу о нашей встрече. Он знает, что я сегодня встречаюсь с вами. У него завтра с премьер-министрами встреча. Потом мы обсудим все эти вопросы. Ну и попробуем, может быть, что-то предложить вам удобоваримое. Но я еще раз говорю. С стороны вас должны быть разумные, толковые инициативы. Радь Бога, не ссорьтесь друг с другом. Нам еще будет возможность поссориться со многими-многими. Вы видите, как нас пытаются растащить. Не буду конкретизировать. Уязвимым элементом системы международной безопасности стала информационная сфера. Вы видите, даже в Украине. Впереди идет информационная борьба. Информационно-психологическая. Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об этом закричал и прочее. Понятно, что в украинской стране надо было скрыть эти три дня контрнаступа, где почти две сотни бронемашин было уничтожено и более двух тысяч человек погибло. Поэтому Каховка, Каховка, а про то никто не говорит. А это же видно все. И вы видите, какую аккуратно, осторожную позицию заняли Соединенные Штаты Америки. Обязан отдать им должное. Они сразу... Мы пока не можем сказать, кто это сделал. Мы должны разобраться. С чего бы это? Подумайте, с чего бы это? Поэтому информационно-психологические операции, противодействие им... Александр Горькович может поделиться нашим опытом. Мы очень серьезно этим занялись. Пытаемся нарабатывать эти мероприятия. И вместе с Александром Васильевичем Бортниковым немало сделали в этом плане, чтобы противодействовать все этому. А противодействовать на свою повестку выдвигать. Страны ОДКБ, наши страны непосредственно находятся под прицелом вот этого давления и этого оружия, опасного оружия информационного, которое все время создают внутри нам проблемы. Вот недавно попытка, ну насколько я владею ситуацией, в Кыргызстане. Молодцы, ребята, справились. В зародыше справились. Не дали этой заразе распространиться. Значит, выводы сделали из истории. Просто молодцы. Я отдаю дань уважения. Но видите, пытаются качать, качать. Ну отстаньте вы от Кыргызстана. Они начали подниматься с колен. Ну пусть развивается страна. Кому она проблемы создает? Никому. Но тем не менее качают. А вы думаете, что Кыргызстан качают просто так? Мы это видим? Нет, чтобы подобраться через Кыргызстан к Казахстану снова. Как через Россию к Китаю. Обратите на это внимание на всякий случай. Особенно в Казахстане. Спокойно жить не дадут. Еще раз говорю, нам надо до конца выстроить вот этот процесс и совершенствовать систему кризисного реагирования. По-настоящему выстроить. Это задача наших спецслужб и правоохранительных органов. Руководство аппаратов Совета безопасности государств, членов УДКБ, играет в данном вопросе очень важную координирующую роль. Больше скажу. Это ваша работа. Это ваша сфера ответственности. Поэтому договаривайтесь, принимайте решение, вносите предложение на утверждение глав государств. Не думаю, что здесь будет какое-то торможение. С учетом масштабной трансформации угроз уже сейчас целесообразно подумать над концепцией новой стратегии коллективной безопасности организации на период до 1935 года. У нас до 1925 года. Есть эта концепция, надо выстраивать до 1935 года. Думаю, что Комитету секретарей Совета безопасности и в целом УДКБ необходимо начать работу над согласованием подходов и выработком соответствующих предложений относительно будущей архитектуры безопасности евразийского континента. Это важнейший вопрос. Вы знаете, я все больше думаю о том, что нам надо провести ревизию всего того, что у нас есть в УДКБ. Это относится и к Евразии, и даже к Союзу Беларуси и России также относится. Надо посмотреть, что нам надо, что не надо. Надо отбросить то, что мы там понаработали, понаписали, и то, что не может и не будет никогда работать. И оставить основные направления. Надо вернуться к основополагающим документам. Все там прописать железобетонно и договориться, что в случае характера конфликта такой, реагирование такое, ну как, допустим, Азербайджан, Армения. Как реагировать? Нигде не прописано. То же самое на границе Таджикистана, Кыргызстана. С учетом реалий надо все прописать. Железно договориться, что в таком-таком случае мы действуем вот так и так. Надо ревизию проводить. Очень много приняли решений, которые не работают и работать не будут. В связи с этим нужна ревизия. Но нужны предложения, как потом будем действовать. Все равно когда-то мы этим займемся. Вот я хочу предложить, забегая вперед президенту России, выстроить программу действий из опыта Советского Союза. Вы помните, мы под гнетом были, никто нас не жаловал, нас пытались удушить. Но мы в каком-то отношении, замкнутые в своих границах, прекрасно работали. Мы были самодостаточны. Надо понимать, что и Беларусь, и Россия, мы должны это пространство отстроить, выстроить планы, чтобы мы могли быть самодостаточными. Чтобы нас через доллар, еще через какую-то валюту не ставили постоянно на колени. Нам надо выработать план внутреннего развития нашего пространства. Прежде всего, Россия и Беларусь, коль мы оказались в одной лодке. А так мы все время чего-то делаем и оглядываемся, то на восток, то на запад. Как нам жить дальше? И можем ли мы жить без востока, без запада? Надо использовать опыт прошлого, чтобы обеспечить жизнь нормальную в будущем, нашего пространства. Потому что у нас единый экономический рынок. Да и куда денемся? И на сегодняшний день единое оборонное пространство. Вот этим же примерно мы и руководствовались, когда предлагали вам приоритеты белорусского председательства в ОДКБ. Нас услышат, если мы вместе, единым фронтом выступим с миролюбивой и справедливой повесткой в нашем регионе евразийском. И подключим к этому процессу, если этого хотят, ШОС и БРИКС. Тем более, что многие страны и там, и там участвуют наши. Беларусь, как председатель ОДКБ, готова предложить максимум усилий для укрепления нашей организации и коллективной безопасности в зоне ее ответственности. Я уточню, если надо кому-то из вас использовать наше председательство, чтобы донести до глав государств и обсудить важнейшие вопросы нашей безопасности, используйте. Мы к этому готовы. Надо понимать, что народная мудрость наша гласит один поле не воин. И только единство делает нас сильнее. И я уверен, что девиз нашего председательства через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности отвечает интересам всех наших государств, и не только нас. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые коллеги, я думаю, что я выражу общую точку зрения и мнения по поводу слова благодарности, Александр Ильич, вам за, с одной стороны, емкий, но, с другой стороны, краткий анализ обстановки на евразийском континенте. Вы затронули те причины, действительно, которые сегодня угрожают безопасности всех наших стран, входящих в организацию договора коллективной безопасности, и даже, наверное, шире. Это касается всех стран, находящихся на подсоветском пространстве. Позвольте кратко, буквально, проинформировать о деятельности комитета секретарей Совета безопасности, что нами делается и сделано. На протяжении уже более 20 лет наш комитет вырабатывает меры и координирует работу, совместную работу государств-членов против международного терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотиков и оружия, транснациональной организованной преступности и нелегальной миграции. За эти годы нам удалось выстроить в целом адекватный механизм реагирования на обозначенные вызовы и угрозы, про которые вы сейчас как раз говорили. Принята нормативная база, сформированы вспомогательные органы рабочей группы, которые обеспечивают принятие скоординированных мер в области борьбы с новыми вызовами и угрозами, а также взаимодействия между правоохранительными органами и спецслужбами. Ежегодно проводится ряд специальных операций. За последние два десятилетия в результате совместной деятельности спецслужб Организации договора о коллективной безопасности в данной сфере предотвращено 19 террористических актов. Задержано более 500 лиц, причастных к террористической деятельности. Коллективными усилиями изъято более 420 тонн наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, нейтрализовано около 6,5 тысяч преступных наркогруппировок, ликвидировано более 250 каналов нелегальной миграции. В связи с появлением новых вызовов и угроз, компетенция Комитета секретарей Советов Безопасности с каждым годом расширяет свой профиль. Последние несколько лет одним из приоритетных направлений нашей работы стала координация действий государств-членов УДКБ в области обеспечения информационной безопасности. В прошлом году задачи Комитета расширились за счет расширения вопросов биологической безопасности. Прогнозируем, что это не последние сферы коллективной защиты. Современные вызовы и угрозы стремительно трансформируются, приобретают новые гибридные формы, что требует адекватного и своевременного реагирования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова